Всем привет! Меня зовут Елена. Сегодня я покажу вам вариант повседневного макияжа. Обычно все такие видео начинаются с наложения тональной основы, либо тонального крема. Я считаю это неправильно, так как тени имеют свойство осыпаться, когда их накладываешь. Поэтому я начну с небольшой совсем подводки, вот таким карандашом. Карандаш имеет немножко фиолетовый цвет. Я считаю, что это будет уместно. Теперь я предлагаю начать с теней, так как тени, я считаю, должны присутствовать обязательно в любом макияже. Кисть для макияжа у меня вот такого формата. Она очень удобная, длинная, с натуральной основой. Начинаем с более светлого тона. Я беру персиковый оттенок и начинаю прокрашивать внутреннюю макияжу глазу и немножечко вверх перенимаю. Вот о чем я вам говорила. Тени слегка осыпались. Для этого вот такой большой широкой кистью я просто провожу под глазиком и это очень легко убирается. А если бы здесь был тональный крем, а все было бы хуже, убрать было бы проблематично. Далее берем оттенок потемнее. Вот этот, мне кажется, самым подходящим. Заполняем этим цветом оставшиеся макияжем. Если получилась резкая граница, нас снова спасет широкая кисть, при помощи которой мы ее просто растушуем. Теперь я считаю, что любой макияж не может обойтись без туши для ресниц. Реснички обязательно нужно выделить. Я пользуюсь вот такой тушью. Она приподнимает ресницы, делает их пушистыми, вытягивает. Сразу становятся реснички выразительными. Ну и глазки соответственно тоже. Нижние ресницы на таком макияже можно не красить. При возрастном макияже их красить рекомендую обязательно. Так, теперь можно немножечко, совсем чуть-чуть подчеркнуть нижнее веко светло-розовым оттенком. Так, теперь не забудем и о бровях. Бровки. Для бровей у меня есть вот такой карандаш с кисточкой, для того, чтобы их можно было расчесать. Вот такого формата. При помощи кисточки придаем бровкам форму, а затем карандашом прокрашиваем. Приступим к наложению тонального крема. Я использую такой тональный крем защитой от цвета, для того, чтобы устранить неровности кожи, лица. И последний штрих, это губы. Предлагаю вот такой блеск для губ. Вот какой макияж у меня получился. Макияж на каждый день. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok